Сочинцы разворачивают торговлю на участках под ИЖС. Только в Лазаревском районе выявлено 450 нарушений земельного законодательства. В Адлере – 265. Рейды проводятся судебными приставами, поэтому торговые ларьки они тут же опечатывают, отключают от воды и света. Основная причина – участки, занятые торговыми объектами, предназначены исключительно для частного дома. Сейчас нам надо бить тревогу. Огромное количество нарушений земельного законодательства. Но для того, чтобы его прекратить, нужно немедленно обеспечительные меры наложить. Администрация их пытается сделать, но не все суды принимают эти решения. И поэтому есть необходимость обратиться к председателю краевого суда. Давайте это сделаем. И продолжаем эту работу по другим районам. В рейды завтрашнего дня пойдут и другие сотрудники администрации. Но уже по другому поводу. По поручению главы города, управление молодежной политики вместе с полицией возобновляют борьбу с курением. Сочинцев призывают присоединиться к акции «Сочи без табака», которая призвана привлечь горожан к здоровому образу жизни. Что же касается курильщиков, то они не просто вредят своему здоровью, но еще и загрязняют улицы. А курки – самый распространенный вид мусора в Сочи. Особенно их много на остановках и в местах стоянок такси и автобусов. Но перевозчики от обвинений отмахиваются даже при упоминании о штрафах. А вот пассажиры, с которыми работают и таксисты, и водители автобусов, другого мнения. И в первую очередь горожан беспокоит санитарное состояние курорта. Люди рядом дышат этим же воздухом, дети дышат этим же воздухом. Поэтому сейчас надо все усилия приложить к тому, чтобы люди не курили меньше. Представьте, во-первых, им вред здоровью, и город загрязняют. Ну да, да, вообще грязновато для Сочи, конечно. Все оплевывано как-то вот так. Ой, вообще против курения. Ну, во-первых, запах, да. Как-то вообще неприятно, как-то пепел летит в глаза. Ну, у них ноль культуры называется. Устранять плоды без культуры в эту субботу будут во всем Сочи. Глава города 7 сентября объявляет днем Большого субботника. Мусора в городе стало больше, отмечает Пахомов. Такие выводы мэр делает на регулярных обходах районов. Мы действительно по всем, и по благоустройству, и по красоте, и по качеству жизни, по рейтингам российским всегда находимся в десятке, как минимум. Что касается привлечения туристов, мы всегда первые. И это надо сохранить. Я напомню всем, что, особенно главам районов, что приведение к единому архитурному облику – это сегодня наш проект. Главы районов вместе с департаментом дизайна, ну-ка вернитесь к этому делу, обходите, пишите предписание, ссылайтесь на правила благоустройства. Давайте одно, второе, третье предупреждение, что они должны привезти, как привезти, фасады покрасить, как привезти, во дворе навести порядок. Также на планерке Анатолий Пахомов поручил департаменту строительства помочь решить вопрос с ремонтом кровли дома, в котором накануне случился пожар. Напомню, в двух домах в переулке Лечебном сгорела мансарда, выгорело 14 квартир. Ремонтные работы должны быть завершены до начала холодов. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.